Определенно, Snapchat — это одно из самых распространенных мобильных приложений для обмена сообщениями. По данным веб-сайта VentureBit, в 2016 году ежедневно Snapchat пользовались 160 миллионов человек. Причина популярности этого приложения кроется в том, что отправляемое фото или видео уходит всего за 10 секунд. А еще это приложение отлично подходит для того, чтобы фотографировать ошибки и промахи других людей или свои собственные. Итак, вот 8 самых смешных и глупых фотографий из пчат. Считается, что женщины — ужасные водители. Хотя этот стереотип существует уже давно, он не является верным. Но определенно эта дама не помогает его развеять. Что еще хуже, так это то, что ее сфотографировали через Snapchat и выложили фото в интернет. И теперь оно останется здесь навсегда. Просто посмотрите на фотографию. Автостоянка буквально пуста, но каким-то образом этой женщине удалось въехать прямо в этот фонарный столб. Как? Как ей это удалось? Ведь в ее распоряжении была вся парковка для маневра. Возможно, кто-то наложил на нее проклятие. Все вы, наверное, слышали такое высказывание «Покойся с миром». Однако, к сожалению, так бывает не всегда. Просто взгляните на это фото, что называется «Не повезло, так не повезло». Из того, что видно на этом снимке, можно сделать вывод, что этот ритуальный автомобиль попал в аварию, в результате которой гроб из машины выпал. Но ведь могло быть и хуже. По крайней мере, тело находится внутри гроба, а не на проезжей части. Вы когда-нибудь встречали кого-то настолько симпатичного, что вам нужно было срочно сфотографировать его, чтобы показать вашим лучшим друзьям? Именно такая функция есть в Snapchat. Но в этом случае, похоже, что девушка, сделавшая это фото, решила сфотографировать работника сети Subway. Но она не проверила, включена вспышка или нет. И когда сделала фото, вспышка залила все вокруг. Парень все заметил. В общем, получилось очень неловко. А это фотография. Одна из самых смешных в моем списке. Возможно, девушка на фотографии не знала, что ее плойка не была подключена. А возможно, это просто постановочная фотография, которую так любят выкладывать в соцсети. Ну, знаете, одна из тех, когда люди делают вид, будто они не знают, что их снимают. А у школьников есть два способа добраться до школы. Или доехать до нее на машине родителей, или сесть на автобус. Конечно, многие из них мечтают о своем собственном авто. Может, для того, чтобы ездить и петь слова из песни «Riding Dirty»? Они видят, как я еду, они завидуют мне. Вот, к примеру, этот парень явно хочет иметь свою машину. Но пока у него ее нет, он ездит на автобусе и выкладывает такие смешные фото. Сначала он выложил снимок, где держится за руль и подписал его «Они видят, как я еду». А затем выложил следующее фото, на котором видно, что руль — это спинка сидения. Хотя это может звучать немного грубым, но мы все можем согласиться с тем, что туристы иногда ужасно раздражают своим поведением. Одна из вещей, которая больше всего раздражает в них, это когда они понятия не имеют, куда идут или на что собираются посмотреть. Прекрасным примером этого является эта фотография из Snapchat. Эта девушка сфотографировала себя на фоне лондонского глаза, но подписала снимок. Селфи на фоне Биг Бена. Девушка, пожалуйста, это же общеизвестный факт. Как можно не знать, что такое часы Биг Бен, и как его можно перепутать с лондонским глазом? Огромным колесом обозрения. Вот еще одна смешная фотография. Глядя на нее, можно предположить, что у этой маленькой девочки будут проблемы с доверием. Проблемы с ответственностью, проблемы с папой. И все из-за ее отца, который не был рядом с ней, когда она больше всего нуждалась в нем. Когда она упала с его плеч в поролоновую яму. Наверное, у каждого из нас бывают такие дни, когда все, да, буквально все идет наперекосяк. Это может быть тяжелый день в школе, когда нам ставят двойку за контрольную. Или трудный день на работе. И когда такие плохие дни случаются, все, о чем мы можем думать, это как добраться до дома, налить себе бокал вина или газировки, кому что нравится, и хорошо поесть. Однако иногда полоса неудач продолжается и дома. Наверное, так было и с этой женщиной на фото. Видимо, она готовила ужин и нечаянно уронила кастрюлю с едой. Ну, в этом можно найти свои плюсы. По крайней мере, ей не придется покупать кошачью еду. Друзья, ну а сегодня пятница, а это значит, что можно посмотреть, сколько я заработал на инвестиционной платформе Кэшбэри. Заработал я, как видите, 2137 рублей 50 копеек. Напомню, что в прошлую пятницу я закинул на эту платформу 50 тысяч рублей. 2,5 тысячи ушли на страховку, и вот практически 47 500 рублей получился вот такой доход 2137 рублей. Сейчас я попробую их вывести и посмотрим, получится ли у меня это. Так, нажимаем «Вывести средства», выбираем валюту рубль. Выводить я буду на Альфа-банк. Сумму вводим 2137 рублей. Вводим секретный код, естественно, я вам его не покажу. Нажимаем «Вывести». И видим, что вывод денег успешно заказан. Ожидайте поступления средств в течение 72 часов. Ссылку на платформу Кэшбэри я оставляю в описании. И уже в следующую пятницу я вам расскажу, за сколько пришли деньги на карту и сколько удалось заработать еще за неделю. А на этом, друзья, у меня все. С вами был профессор Гуглов. Не забывайте ставить лайк, не забывайте подписываться, мои новые зрители. А я желаю вам здоровья, удачи и увидимся уже завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok